Приветствую вас, друзья! Друзья, сегодня вас ожидает обзор и розыгрыш новой колоды от Mechanic Industries. Называется колода рулет, и тут имеется в виду рулетка, которая в казино. А то вдруг кто-то из вас голоден и подумал про этот рулет. Как вы можете заметить, эта колода уже в моей коллекции, так что я думаю, вам не терпится приступить к обзору. Но прежде чем мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Уже скоро 300 тысяч, и давайте добьем эту цифру до Нового года, и я буду вам безумно благодарен. Ну а теперь приступим. На моем канале были уже два обзора на продукты от Mechanic Industries. Эти ролики зашли как вам, так и создателю компании, которого зовут Джимми Кей. Мы с ним сейчас хорошо общаемся, и о том, что скоро выйдут эти карты, я знал немножко заранее, потому что Джимми мне присылал какие-то наброски дизайна, фрагменты рекламного ролика, и уже тогда я понял, что ему снова удастся нас всех удивить. Сразу обозначим основные моменты. Колода напечатана на заводе компании USPC. У карт Premium Crushed Stock, то есть их качество даже лучше, чем Bicycle. Это, по сути, максимально крутое качество, которое может дать завод. Стоимость колоды 9 фунтов или примерно 12 долларов, и это, в принципе, стандартная цена для колоды подобного уровня. И когда вы будете заказывать с официального сайта, то есть из Англии, к стоимости, само собой прибавится доставка, и цена возрастет. Так что трясите свои любимые магазины по продаже игральных карт в России, чтобы они закупили эту колоду оптом, потому что тогда вы, покупая отдельную колоду, сможете немножко сэкономить на доставке. А то, когда заказываешь из Англии, доставка иногда стоит дороже, чем карты, аж в несколько раз. Главной фишкой этой колоды, как, в принципе, и любой другой от Mechanic Industries, является рубашка, которая приходит в движение при пролистывании. И более того, благодаря такой рубашке карты краплены, но в первоначальном варианте они вам могут показать только достоинство карты. Если хотите, чтобы показывали еще и масть, надо кое-что маркером подрисовать. Как это сделать, хорошо показано в обучении. Поскольку в колоде идут гав-карты, которые мы с вами рассмотрим немножко позже, вы, как это сейчас принято, получите вместе с картами еще и доступ к целому двухчасовому обучающему ролику. И круто то, что в отличие от гав-колоды, которую мы обозревали в прошлый раз, если вы вспомните, там было огромное обучение, в котором очень легко запутаться, не было отдельных секций. В этом обучающем ролике Джим уже исправил этот недочет, и в нем все поделено на отдельные части. Снятое видео отлично, хороший звук, хорошая картинка, смотреть одно удовольствие. Но имейте в виду, что ролик, само собой, на английском языке. И в нем принимали участие не только Джим Миккей, но и его друг Луис Кастро. Вы можете быть с ним знакомы по прошлым продуктам. Ну что, по-моему, все основные моменты мы обозначили. Теперь давайте рассмотрим сами карты немножко поближе. Вот так выглядит коробочка. Здесь название колоды. Тут информация о компании. Тут парочку таких продающих фраз. В общем, а, ну и здесь, как обычно, дизайн рубашки. Чаще всего на задней стороне коробочки именно его и изображают. К слову, это, наверное, единственный момент, который можно немножко покритиковать. Может быть, хотелось бы коробочку получше. С тиснением, фольгированием, с чем-нибудь напечатанным внутри. Но, опять же, тут надо понимать, что такая коробочка, она бы существенно увеличила стоимость колоды. Так что здесь уж надо смотреть, кому что нравится больше. Мне, конечно, больше нравятся крутые коробочки. Но в данном случае я не особо расстроился. Сразу давайте рассмотрим дополнительные карты. Одна из которых это вот такая гав-карта, которая работает в комбинации с коробочкой. То есть вы ее будете прикладывать вот так сюда. И здесь, видите, есть шарик, который стоит на числе 15. Вот. Какая рутина делается вот с этой гав-карты, вы сможете увидеть. Я, кстати, тоже давайте ссылки в описании оставлю на демонстрации этих фокусов. Достаточно классный эффект. Его Луис Кастро придумал. А это у нас второй гав. То есть просто карта красного цвета. Колода сама по себе черная, как видите. И на обратной стороне, то есть на лицевой, там написана ссылка и пароль для доступа к обучению. Но благодаря такой карте, если вы можете взять, например, Джокера или, к слову, ту же вот эту карту. И приклеить ее вот таким вот образом, то вы получите двухстороннюю карту. Вот. И с ней сможете исполнять разные фокусы, типа смены цвета колоды. Или, например, Brainwave фокус. То есть уже сами будете смотреть, как ее использовать. Сейчас я вам как покажу анимированную рубашку, вы офигеете. Смотрите. Просто фантастика. Еще вот так классно выглядит. Просто офигенно. И для того, чтобы именно вот так пролистывались карты, то есть чтобы анимация была правильной, нужно, чтобы карты были все в изначальном порядке. Вот. То есть тут как бы анимация заключается в том, что у вас есть 13 изображений рубашки, которые повторяются по кругу. И каждая масть – это вот условно определенная такая секция этой анимации. В общем, вам надо разложить карты все вот по порядку. К слову, To Speak выглядит вот так. Достаточно стильно. Очень соответствует самой колоде. Вот. Давайте теперь Джокеров покажу вам. Это как бы руки-крупье. Так это вот так с вашего угла будет правильно смотреться. То есть здесь вы видите, что рука держит шарик, а тут типа его уже нету. Это для фокуса. Вы его видели в рекламном ролике, когда типа вот шарик вы выбрасываете. Ну и есть еще одна рутина, которую они объясняют в обучалке, где можно делать это вживую. То есть не только для видео. И как вы поняли, шарик никакой в комплекте не идет. Оно в принципе было ожидаемо. Я что-то не помню, чтобы с колодой когда-то что-то шло в комплекте. Сейчас хорошо, что делают обучение к разным гафам. Это уже очень классно. Вот. Потому что раньше всегда продавали просто колоду и все. Что у нас тут еще? Карты с картинками немножко кастомизированы. Тут есть три варианта дизайна. То есть, видите, например, валет, который подбрасывает вверх шарик. Надеюсь, что там хорошо видно. И дама, например, вот с купюрами. И вот король с какой-то штукой, которой, знаете, типа в казино подгребают фишки. Вот я не знаю, как точно она называется. Если знаете, напишите в комментариях. И здесь карты с картинками других мастей, ну, типа вот немножко меняют местами этот дизайн. То есть, например, тут, видите, уже валет с этой штукой, а не король. Дама по-прежнему с купюрами. Вот король подбрасывает шарик. Здесь будет чуть по-другому. Тут, хотя нет, тут как и в пиковой масти. А вот здесь, например, валет, видите, с купюрами. Король подбрасывает шарик. Так, дама вот с этой штукой. Ну, то есть, на этом, наверное, можно какой-то фокус прикольный поставить или рутину. Это уже смотрите сами. Ну, блин. Как же круто смотрится. Исходя из качества, несложно понять, что карты прекрасно чувствуются в руках. И мне, кстати, понравилось, как анимированная рубашка работает при тасовках карт. Я вот не знал, что это так именно функционирует. Увидел в трейлере, решил попробовать. Смотрите. Офигенно круто выглядит. Сейчас еще, может быть, угол поменяю. Смотрите. Видите, там анимируется рубашка. Когда вы будете делать какую-нибудь тасовку, например, на столе, ну, будет смотреться очень круто. В общем, не знаю, что вам тут еще сказать. Вы у меня, ребята, опытные. Явно уже для себя какой-то вывод сделали. Просто еще раз посмотрите на эту рубашку и кайфаните. Причем, видите, она все равно работает, даже если карты перемешаны. Просто не так хорошо, как если бы они лежали по порядку. Теперь перейдем к самому приятному моменту этого видео. Розыгрыш. Для того, чтобы выиграть эту колоду, все, что вам нужно сделать, это подписаться на мой канал, поставить этому видео лайк и написать какой-нибудь комментарий. После этого по ссылке в описании перейдите на YouTube канал Mechanic Industries и тоже на него подпишитесь. Я уже немного прокачался в плане стримов на YouTube, поэтому итоги подведу в одной из таких прямых трансляций. Когда она будет, я уже дополнительно доведу, причем достаточно скоро, в своих социальных сетях. Будьте подписаны хоть где-нибудь, либо в паблике в ВК, либо в инсте, либо в телеге. Я во всех этих социальных сетях анонсирую розыгрыш и потом объявлю победителя. Поэтому, если вы вдруг не сможете присутствовать на прямой трансляции и не будете понимать, кто же победил, ищите ответ именно там. Короче, желаем вам всем удачи. Ну и надеюсь, что этот обзор вам понравился. Лично для меня выход любой вот такой классной колоды, настоящий праздник, и я ему радуюсь, наверное, не меньше, чем сами создатели этих карт. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте об этом видео вашим друзьям, и тогда мы обязательно увидимся с вами в следующий раз. А это может произойти хоть прямо сейчас, если пойдете смотреть какие-то другие ролики. В общем, счастливо!